Некоторые люди заработали на монете Пепе миллионы долларов, вложив в нее всего лишь несколько сотен. Но ты, как и я, вероятно не заметил появление Пепе до того момента, когда цена уже стрельнула так, что в монету заходить было поздно. Те, кто рискнул зайти на этих пиках, скорее всего сейчас сидят в минусах. Но те, кто купил их до этого взрывного роста, заработал космические деньги. Но как же найти монеты, подобные Пепе, прямо перед тем, как они взорвутся? И как понять, что в монету заходить уже поздно и когда ее уже стоит продавать? Я нашел невероятный инструмент, который абсолютно бесплатный. Фактически это даже три инструмента, которые я собираюсь показать тебе в этом видео. Если у тебя хватит терпения досмотреть это видео до конца, твои навыки в поиске мелких альткоинов, способных взорваться как Пепе, значительно возрастут. Сразу же говорю, что это не финансовый совет, но ты можешь использовать эти инструменты в совокупности со своими способами проводить собственные расследования. Итак, для начала нужно определить, кто обладает инсайдерской информацией и кто покупает эти монеты до того, как об этом узнают все остальные. То есть нам нужно найти эти кошельки, а когда мы сможем за ними следить, то и сделать мы сможем кое-что особенное. То, чего большинство рынка не сделает. На этом сайте я нашел очень интересную функцию, которая называется анализатор токенов. С помощью него можно анализировать и кошельки в том числе. Давай перейдем на CoinMarketCap и выберем Пепе, раз мы уже начали говорить об этой монете. Но ты можешь выбрать абсолютно любую монету, но лучше такую, которая пережила очень большие пампы в прошлые месяцы. Желательно на протяжении последних 40 дней. Нам нужно определить, кто покупал эти монеты до того, как они начали пампиться. Итак, Пепе переживала абсолютно безумные ралли приблизительно с 27 апреля по 6 мая 2023 года. Пепе вырос тогда в тысячу раз за неделю. Абсолютное безумие. Итак, 27 апреля. День перед началом пампа, который закончился 6 мая. Все это происходило 213 дней назад. Это очень важно. 213 дней назад цена Пепе была на дне и только готовилась к этому пампу. Люди, которые покупали вот здесь, явно что-то знали. Они знали то, чего не знали мы. Нам нужно найти смарт-контракт Эфириума и скопировать его вот здесь. Некоторые скажут, ой, да я не могу найти адрес нужной мне монеты. В таком случае могу посоветовать искать монеты конкретно на блокчейне Эфириума из топ-50 и топ-100, у которой за последний год был хороший мощный памп. Итак, скопируй адрес контракта и перейди в анализатор токенов. Вставляем адрес контракта сюда. Пишем 213 дней. Как ты помнишь, 213 дней назад цена находилась на дне перед пампом. Для других монет это количество дней может быть другим. Нужно считать. Последнее, что нужно сделать, это указать блокчейн. В данном случае это Эфириум. Когда мы все это сделали, мы увидели, что сегодня было создано 140 новых кошельков. А всего за это время было создано 265 470 штук. Вот это число, 140 кошельков за день, как ты видишь, это очень мало. Вот на этом графике. Это крайне мало. Вот почему я думаю, что мы, скорее всего, увидим коррекцию на пепе. Больше людей будет продавать, меньше покупать. Но что мы можем сделать, вернувшись в прошлое, это посмотреть на количество кошельков, которые накапливали или накапливают эту монету. Вот этот пик был 5 мая 2023 года. Вернемся на график цены. Это было как раз вот здесь, 5 мая. На самом пике рынка. Как можно догадаться, что монета достигла пика? Посмотреть на количество кошельков. Если оно взрывается. Если ты видишь вот такой бум, значит уже поздно покупать монету. Можешь использовать этот инструмент, чтобы понимать, можно ли еще покупать монету, которая пампится. Останавливается. Очевидно, что и после этого появлялись новые кошельки, которые накапливали пепе. Но масштабы этого процесса не идут ни в какое сравнение с этими пиками вот здесь. Далее мы видим очень много всякой полезной информации, но она не нужна конкретно для этого видео. Я пытаюсь максимально все упростить для лучшего понимания. Остановимся на этой таблице. Лучшие сделки по предполагаемой прибыли. Многие из этих сделок совершили так называемые АМИВИ-боты. Это боты, которые работают на опережение. Можешь не волноваться, если не знаешь, что это такое. Среди них есть и реальные люди. Вот они-то нас и интересуют. Кстати, здесь даже видно, что некоторые киты тоже поддаются ФОМА. Вот, например, целый список таких китов. Какой-то кит зашел в сделку на 1,4 миллиона долларов 5 мая 2023 года. Как раз-таки, как раз-таки вот на этом пике. И до сих пор сидит в минусах минус 976 тысяч долларов. Кроме него есть еще несколько таких китов. Так что не только маленькие деньги поддаются эмоциям и теряют все. Давай проанализируем топ-3 кошелька самой большой прибылью. Вот они. Я уже проверил первые два из этих кошельков. И это оказались боты. Как ты видишь, вот подписано MEVBOT. И это тоже MEVBOT. Но вот третий кошелек оказался человеком. Что он делал? Он продавал 30 апреля 2023 года. И на данный момент за последние 200 дней его прибыль составила 855 495 долларов. Нужно учитывать, что она была больше. Просто с тех пор курс упал. Поэтому в перерасчете прибыль стала меньше. Вернемся на график. Он продал где-то вот здесь. Вот на этом пике. И пропустил весь вот этот рост. Но все равно заработал почти 900 тысяч долларов. Это значит, что он купил PEP намного раньше всех остальных. Где-то вот здесь. И он просто-напросто зафиксировал прибыль на этом росте. Как и следует поступать. Это отличный пример поведения умных денег. Он заработал практически миллион долларов на тот момент. Ведь с тех пор курс PEP упал. Ты скажешь, что он заработал бы и 5 миллионов долларов, если бы не продал вот здесь, а подождал вот этого роста. Это правда. Но с другой стороны, он мог бы все потерять. Это мы, зная задней мыслью о том, что дальше последовал памп еще больше, можем легко говорить, что надо было сделать. Он же в то время видел вот такую картину. И поэтому зафиксировал свои и так очень большие прибыли. Итак, теперь мы знаем, что этот кошелек – это умные деньги. Реальный человек, который делает умные вещи. И мы можем многому научиться у него. Но что делать дальше? Нам нужно прошерстить эти адреса на предмет того, кто является ботом, а кто реальным человеком. Бот, бот, человек. Правда, не активничал уже 180 дней. Поэтому нам этот адрес тоже не подходит. Опять бот, опять бот и так далее, и так далее. Нужно прошерстить очень много адресов. Фильтруем адреса, которые продавали в конце апреля. Ищем среди них реальных людей. Все достаточно просто. Я нашел один из таких адресов и просто забил его на этот сайт. Я нашел один из таких адресов и просто забил его на этот сайт. Что дает мне возможность получить всю информацию по этому адресу. Мы видим список монет, которые у него есть. В основном мемкоины. Я о многих даже не слышал. Да, он инвестирует в них небольшие для него суммы. Тысячи долларов. Но вот, что мы можем сделать с этой информацией. Это очень важно. Представь себе, если бы ты последовал за этим человеком и вложил бы в PP Coin около 100 долларов. Эти 100 долларов вполне могли бы превратиться в полмиллиона долларов за 4 дня. Но как это автоматизировать? Когда у нас есть адрес кошелька, который мы нашли вот здесь, по нашей монете. Это делается элементарно. Переходим на этот сайт и вставляем вот сюда адрес кошелька. И получаем вот это. Конкретно на этом кошельке мы видим 471 миллион долларов. Большая часть которых задействована в Ludo StakeEthere. Он стейкает эфир через Ludo Finance. И я думаю, что это вполне может быть кошелек Джастина Сана, основателя Tron Ateryx. Но это не доказано. Даже если это не он, все равно это крупный кит. Но что мы видим внизу? Это все эти активы. И что мы можем сделать? Это создать учетную запись на этом сайте. И просто следовать за этим китом. То есть установить уведомления, чтобы быть всегда в курсе всех этих сделок этого кита. Он купит пипе? Я буду знать об этом в ту же секунду. Он продаст эфириум? Я буду знать об этом сразу же. Здесь нужно уточнить, что не стоит сразу же бежать и покупать или продавать все, что купил или продал он. У этого парня 471 миллион долларов. Он может себе позволить потерять хоть 100 миллионов долларов. А ты можешь? Так что это уведомление станет для тебя стартовой точкой для исследования. Почему и зачем тот или иной кит купил или продал ту или иную монету? На этом сайте, например, есть еще одна очень интересная вкладка. Если мы нажмем больше и найдем вкладку киты, мы получим вот этот список. Здесь мы видим множество кошельков с криптовалютами на миллиарды долларов. Также мы можем проверить эти кошельки по отдельности, чтобы узнать, в какие монеты инвестируют люди, у которых есть миллиарды лишних долларов. Например, вот этот кошелек, у которого 1,3 миллиарда долларов активов. Во что он инвестирует? В Мейкер, АВ, 1инч, Йорн, Бифи и так дальше. Теперь, если ты досмотрел это видео до конца, я покажу тебе еще кое-что интересное. С помощью этого инструмента ты можешь отслеживать венчурный капитал и его движение в криптовалютах. Мы можем посмотреть, откуда уходят большие деньги, а куда они, наоборот, приходят. Здесь мы можем увидеть портфели венчурных инвесторов, то есть портфели больших денег. И что действительно здорово, мы можем увидеть не только последний баланс этих портфелей, но также и изменения за 7 дней, за 30 дней. Это помогает нам понимать динамику и настроение на рынке. Здесь мы можем отслеживать фонды Dragonfly, Wintermute, очень известный Jump Trading, я уверен, что ты даже о нем слышал, A16Z Crypto и множество других. Давай посмотрим на Jump Trading, потому что это реально известный инвестиционный фонд в криптовалюту. То, что мы здесь видим, очень важно. Посмотри на это. Это все деньги, которые он вложил в криптовалюту. Total Portfolio Value – 126,5 миллионов долларов. Рядом мы можем увидеть диаграмму распределения этих долларов между активами. Они держат 26,3 портфеля в USDC, 9,4 в USDT и, наконец, 5,7 в Binance USD. Очень много денег они держат в стейблкоинах, а именно 41,4% портфеля. Очень интересно. Достаточно большую часть портфеля, 7,6%, а также 6,3% они держат в Lido и в SNX. Кстати, очень интересный проект. Если откорректируется до 2,4 долларов, я бы взял и поставил бы половину на продажу за 4,8 доллара. В любом случае, вот это тоже очень-очень интересный и хороший инструмент, позволяющий заглянуть в портфели венчурных капиталистов и увидеть изменения в них за неделю или месяц. Это просто невероятный способ искать любопытные и перспективные проекты, которые еще не стрельнули. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу и мне тоже находить мотивацию для создания нового контента. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин